Куда деть урожай? Ставь лайк и подписывайся! Сейчас будет кое-что интересненькое! Одна или две корзины свежесрезанных грибов — это хорошо. А что делать, когда урожай оказался слишком большим? Невольно начинаешь задаваться вопросом, как сохранить свою добычу. И речь идет не только о грибах, ведь с подобной ситуацией сталкивается каждый садовод. Томаты, перцы, лук, свекла, яблоки, фрукты, ягоды — список можно продолжать бесконечно, но суть одна. Что сделать с действительно большим количеством скоропортящихся продуктов, чтобы их не пришлось выкидывать? Или другая ситуация — продукт нескоропортящийся, однако занимает много места и хранить его негде. Долой завалы из мешков с луком на балконе, пора освободить проход! Предлагаем универсальный и простой способ по продлению срока годности продуктов и сорокократное уменьшение в объеме. Сегодня я расскажу, как превратить сезонные овощи и грибы в долгохранящиеся порошки. Выглядят они очень ярко и красочно, обладают невероятным ароматом и вкусом, а в составе нет красителей и консервантов, поэтому порошки позволяют легко следовать здоровой и полноценной диете. А уж вариантов применения их в кулинарии — несчетное количество. У нас здесь 6-7 килограмм подосиновиков, помидоры, острые перцы чили и репчатый лук. Начнем с грибов. Предварительно очищенные и промытые подосиновики необходимо нарезать на одинаковые слайсы. Толщиной примерно 5-7 миллиметров. Обратите внимание, что сушить такие ломтики при сыроедческой температуре нет никакого смысла, так как грибы должны быть подвергнуты тщательной термической обработке. И даже после дегидрации подосиновики нужно восстановить в воде и обязательно прокипятить в течение получаса. Устанавливаем режим FAST — 68 градусов и 12 часов. Грибы при сушке уменьшаются в объеме примерно в 10 раз, но мы не останавливаемся на достигнутом. С помощью блендера с сместительной чашей измельчаем сушеные грибочки в муку. Это станет отличной заготовкой для приготовления быстрого грибного бульона, на котором получаются ароматные каши, соусы и супы-пюре. Вы только посмотрите на поразительную разницу занимаемого места до и после измельчения. Объем порошка занимает в 4 раза меньше места, чем объем сушеных, и в 40 раз меньше, чем объем свежих продуктов. По-моему, это успех! Вкус сушеных грибов более насыщенный и концентрированный. Используйте такой порошок из расчета 1 к 40. То есть, 1 чайная ложка или 5 грамм грибной муки – это 200 грамм свежих грибов. Очень здорово и экономично! А главное, что в таком виде сохраняются все полезные свойства грибов, и хранить порошок можно сроком до 1 года. Если, конечно, его хранить в вакууме или плотно закрывающейся банке. Супер! Повторим наш успешный эксперимент на сливовидных помидорах. Уже представляю, как буду готовить из томатного порошка наивкуснейший натуральный кетчуп. Ссылка на статью с рецептом будет прямо под этим видео. Заглядывай! Помидоры нарезаем с помощью слайсера. Это быстрее и удобнее, особенно при больших объемах. Устанавливаем толщину ломтика 4 мм. А сушить продукт мы будем, используя технологию быстрой и простой сушки – комбо. В режиме «Фаст» для быстрого удаления влаги на первые 2 часа устанавливаем температуру 68 градусов. Затем в режиме «Роу» для сохранения витаминов, энзимов и микроэлементов последующие 10 часов сушим при температуре 40 градусов. Переходим к приготовлению порошка. Для этого загружаем стакан мини-блендера доверху, устанавливаем блок ножей и переходим к измельчению. Несколько подбросов в импульсном режиме. Затем 10 секунд на максимальных оборотах. И порошок готов. А вы знали, что чили внесен в десятку продуктов, показанных для ежедневного употребления, поскольку он позволяет сохранить и поддерживать здоровье на долгие годы? Яркий и пикантный перчик находит свое применение не только в области кулинарии, но и в косметологической сфере. Обертывания, а также маски для волос с использованием этого жгучего порошка являются наиболее эффективным средством для достижения желаемого результата. Я просто не могла отказать себе в удовольствии приготовить эту незаменимую и, пожалуй, самую необходимую на кухне специю – молотый перец чили. Мы взяли красные и зеленые плоды, нарезали их на колечки примерно 4 мм и высушили прямо семенами. Так наш будущий порошок будет еще острее. В режиме «Fest» на первые 2 часа устанавливаем температуру 68 градусов. Затем в режиме «Row» последующие 12 часов – 47 градусов. С помощью персонального блендера со стеклянной чашей измельчаем сушеные овощи до желаемой консистенции. Готово! Посмотрите, а если пересыпать такие специи в красивую посуду, то порошок станет не только функциональным, но еще и привлекательным предметом декора. Напоследок мы решили приготовить домашний луковый порошок. Это настоящая находка для заливающихся слезами при нарезке лука людей вроде меня. Добавлять порошок из лука можно во все блюда, где традиционно используется свежая луковица. Например, в салаты, рагу из овощей, домашние котлеты и, мой фаворит, кабачковые оладьи. Для начала мы нарезали красный и белый репчатый лук кольцами толщиной 4 мм. Подсушили по аналогии с предыдущим продуктом – 2 часа при 68 градусах и 12 часов при 47. Вот такие луковые колечки у нас получились. Для приготовления заветного лукового порошка воспользуемся мини-блендером со съемным блоком ножей. Для быстрого размалывания крупных кусочков используем импульсный режим. А затем для более качественного измельчения воспользуемся стандартным режимом. Красиво, ароматно, компактно, а главное – без слез. Смотрите, что у нас получилось. Целых 6 видов порошков и скоропортящихся, и занимающих много места на полках холодильника, грибов и овощей. Безумно красиво и, главное, функционально. Тот, кто придумал превращать овощи и фрукты в порошок – однозначно гений. На самом деле это работает практически с любым продуктом. А что вы думаете насчет кулинарных порошков? Из чего их можно делать и как использовать? Делитесь в комментариях своими идеями. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok